добрый день здравствуйте продолжаем наше занятие и так по традиции разминка но разминка у нас с вами будет в этот раз стандартная мы обычно с вами называли дни недели либо считали шаг минус 3 а сейчас мы с вами сделаем упражнение вот это виктория окей окей виктория давайте попробуем подходящим для вас темпе не спешите ваша задача главное чтобы каждый пальчик сел так как вам надо да получается замечательно и как всегда я вам порекомендую оставить это упражнение для домашнего задания делать в свободное время когда у вас есть настроение очень полезное упражнение дальше давайте сейчас назовем месяца года в обратном порядке начиная с июля июль в обратном порядке у нас июнь и так далее сделайте пожалуйста полный круг вы быстро справитесь с этим заданием получилось справиться чудесно сейчас я вам дам упражнение с которым вы наверняка должны справиться справитесь посмотрите пожалуйста на экран вы увидите текст похожий на непонятно на что похож но тем не менее попробуйте пожалуйста прочитать этот текст это возможно полезное удаши это которые вы можете предлагать вам делать что просто так как вам помогает вам чтобы отец это будет на камера где-то допустим вам добавляя 990�-590 и 590-590. что кажется мне нужно потрясетить всем что у вас они выявляются это и вы можете то типа вот смотрите то как как это в описании и вы делаете то а что я помогаю вам это вам помогать вам об этом и вы можете помочь для вас да вы можете понимать что вы можете Теперь давайте вместе прочитаем, что же было написано на изображении. Глазками вместе со мной вводите по тексту, а я буду читать. Данное сообщение показывает, какие удивительные вещи может делать наш разум. Впечатляющие вещи. Сначала это было трудно, но сейчас на этой строчке ваш разум читает это автоматически, не задумываясь об этом. Получилось? Прекрасно! Я рада, что у вас получилось. Если не получилось с первого раза, не расстраивайтесь. Для этого мы трендируемся. Продолжаем дальше. Сейчас мы с вами немножко займемся словами. Знаете, есть такое длинное слово, и игра в такие длинные слова. Возьмем слово «грузоперевозки». Из букв, входящие в данное слово, составьте, пожалуйста, за одну минуту новые слова. А потом мы это упражнение оставим себе на домашнее задание. Продолжим. Минута пошла. Продолжение следует... А сейчас мы продолжим наше упражнение тем, что мы с вами вслух назовем цвета, которые написаны в данном тексте. Вслух, пожалуйста. На это у нас уйдет одна минутка. Сделайте максимальное количество раз, если вам времени предостаточно. Продолжение следует... Следующее упражнение. Посмотрите, пожалуйста, на таблицу. Найдите глазами цифру 1. И от цифры 1 по порядку. Соберите, пожалуйста, весь цифровой ряд до 25. У вас на это будет тоже одна минута. Может быть, вы это упражнение можете сделать несколько раз. То есть от 1 до 25 и от 25 до 1. Сделайте столько раз, сколько получается. У нас все равно 60 секунд. Спасибо за внимание. У вас наше умение. Ан validация 2. И так же, показываем. Продолжение следует... Продолжение следует... С分 comparative по mood distribution. Еще одно упражнение на внимание. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Наша задача с вами немножко потренировать зрение, точнее внимание через зрительное восприятие. Скажите, пожалуйста, сколько мышей съедят сыр, то есть достанется ли каждой мышке по кусочку сыра? Посчитайте, пожалуйста. Поставьте экран на паузу, чтобы вы могли выполнить это упражнение за нужное для вас время. И следующий вопрос. Сколько сытых мышей уплывут на кораблике? То есть достаточное ли количество корабликов по отношению к мышам, съевшим сыр. Это нужно посчитать. И следующий вопрос. Сколько мышей будут с песней плыть на кораблике? То есть надо посчитать нотки. Это упражнение хорошо делать через паузу на данном видео. Попробуйте, чтобы вас не торопить и не ограничивать во времени. Продолжение следует. сейчас идем дальше нам нужно с вами немножко вашего внимания я буду называть вам цифру либо дату смотря как вы это воспринимаете а вы будете говорить для себя что означает или с чем ассоциируется у вас это либо цифра либо дата 18 21 35 может быть вы жили квартире номер 35 или ездили на 18 троллейбусе а может быть вы помните свое день рождения когда вам было 18 а может быть вы первый раз влюбились в 21 далее 55 70 4 8 31 надеюсь у вас получилось выполнить это упражнение дорогие друзья сейчас мы с вами будем заканчивать и домашнее задание помните наше длинное слово грузоперевозки пожалуйста из букв входящие в данное слово составьте максимальное количество новых слов если вам нужно для этого добавить другие буквы добавляйте хорошего вам времени дня суток до новых встреч свидания и и Продолжение следует...